Докажем, что существует бесконечно много таких натуральных чисел n, что n факториал делится на n квадрат плюс 1. Более того, для любого положительного числа α существует бесконечно много таких натуральных n, что целая часть α n факториал делится на n квадрат плюс 1. Ну, смотрите, сначала просто про n факториал. Рассмотрим уравнение n квадрат плюс 1 равняется 5m квадрат. Ну, хотя бы одно решение у него есть. 2 в квадрате плюс 1 – это 5 умножить на 1 в квадрате. Теперь предположим, что у нас есть какое-то решение. Рен и м – правильные числа. n в квадрате минус 5 в квадрате равно минус 1. Разложим на множители. Ну, все как всегда. Если уравнения имеют какое-то решение, то на самом деле решений бесконечно много. Почему? Потому что уравнения пели решение есть. 81 минус 5 умножить на 16 равно 1. То есть у любого уравнения пели есть решение. Это тоже разлагаем, перемножая вот эту скобку на эту. Соответственно, эту на эту. И получаем вот такое равенство. Ну, для тех, кто не знает корни из пяти, можно просто посмотреть на это равенство, раскрыть скобочек, и будет минус 1. Значит, если есть одно решение, то есть и большее. Значит, решений бесконечно много. А теперь смотрите. Если у нас n квадрат плюс 1 равняется 5m квадрат, то смотрите, 5m квадрат – это не меньше, чем 4m квадрат, да? Получается… Плюс m квадрат. Получается, что обязательно n должно быть больше, чем 2m. Ну, если угодно, больше или равно. Может, это точно. n квадрат плюс 1 больше или равно, чем 4m квадрат плюс n квадрат. Поскольку n квадрат не меньше, чем 1, то n квадрат должно быть не меньше, чем 4m квадрат. Значит, такое неравенство верно. И n квадрат делится на число 5, на число m и на число 2m. Просто такие сомножители в произведении 1 на 2 на 3 и так далее, и так далее, на n минус 1 и на n есть. Потому что все эти числа не больше, чем n. Теперь, произвольное число а. Ну, собственно, так же, только надо брать не конкретное число 5, а, смотрите, k в квадрате минус k квадрат плюс 1 умножить на 1 в квадрате минус 1. Вот это уравнение имеет решение. Ровно таким же способом, как мы только что делаем. Если есть одно решение, то есть и бесконечно многое. Получаем, что есть бесконечно много пар натуральных чисел n, m, для которых n квадрат плюс 1, это есть k квадрат плюс 1 умножить на n квадрат. А дальше все просто. Мы пишем, чему равняется n квадрат. Это n квадрат плюс 1 делить на k квадрат плюс 1. Это меньше, чем... У нас n больше единицы, поэтому это меньше, чем 2m квадрат делить на k квадрат плюс 1. Извлекая корень, значит, m оценивается так. И, взяв достаточно большое число k, мы можем считать, что это меньше, чем альфа пополам. Потому что при больших k вот это будет маленьким-маленьким-маленьким числом, а альфа – это некое конкретное число. Оно, конечно, положительное, но некое конкретное заданное в задачи число. Значит, когда мы будем рассматривать целую часть альфа n, то там, при достаточно больших mn, и, конечно, много пар, там будут такие числа. Там будет множитель k квадрат плюс 1, множитель m и множитель 2m, потому что 2m меньше, чем альфа n. Задача решена. То есть, смотрите, уравнение пельда позволяет нам находить делимость. На самом деле, ее можно решить и без использования уравнений пельда. Можно было бы посмотреть на равенство. 64 m в 12 степени плюс 1 разлагается в произведении трех многочленов четвертой степени. Смотрите, в чем здесь идея. В качестве числа n мы возьмем 8m в 6. Тогда это как раз и будет у нас n квадрат плюс 1. При этом, при больших m, 8m в 6 будет, конечно, больше вот этого числа, причем чем больше m, тем большее количество раз. И таким образом, конечно, вот это вот неравенство альфа n больше, чем 4m в 4 плюс 1, конечно, мы можем обеспечить. То есть, что такое n? Это шестая степень, это 8m в 6. При больших m, конечно, такое равенство обязательно. Многочленов шестой степени растет при любом старшем кефиценте быстрее, чем многочленов четвертой степени. Ну и, значит, и больше этого, и больше этого. Причем, сколько хотите, больше. Единственная проблема. Как можно было догадаться до этого равенства? Ну, на самом деле, я не знаю, как оно было придумано тем, кто первый раз решил эту задачу таким способом. Вот такая версия у меня есть. Вот, смотрите. Если все-таки не такое равенство, смотрите, а заменить m корень из 2 на букву x, то тогда, смотрите, что такое 64? 64 – это корень из 2 в 12 степени. x в 12 плюс 1. Нужно будет проверить, что является произведением вот таких вот трех степеней. Это, конечно, тоже не вполне очевидно, но это все-таки гораздо лучше, чем... Смотрите, когда мы делим x в 12 плюс 1 на x в 4 плюс 1, получаем x в 8 минус x в 4 плюс 1. И можно написать так. x в 4 плюс x в квадрат плюс 1 в квадрате минус... Ну, просто раскройте, возведите квадрат, проверьте, что нужно будет действительно вычекать вот это. Вот это x в 8, x в 8, но с плюсом. С плюсом. И еще единицы. Единицы есть, x в 8 есть, а вот x в 4 было с плюсом. Значит, надо не забыть вычесть 2x в 4. Но еще есть вот это удвоенное произведение, его тоже надо не забыть. Значит, назад 4 из 4 надо почитать. И еще есть удвоенное произведение здесь 2x в квадрате. Отлично. Ну, это, очевидно, x ву плюс x в квадрате. Вот это удвоенное. Значит, разлагаем по формуле разность квадратов и получаем в точности то равенство.